Добрый вечер, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на вечерах в артовской песне на Васильевском, примерно раз в месяц мы здесь проводим вечера. Сразу убедительная просьба, пожалуйста, ко всем включите свои телефоны по окончанию концерта, пожалуйста. Очень часто они играют и не попадают в тональность, поэтому давайте не будем друг другу мешать, а выключим звуки. Да, у нас Михаил Анатольевич приезжал на Кушлинский день, поэтому мы, конечно, могли ему отказать, и в общем неурочно немножко, но мы всегда очень-очень рады. Сегодня у нас вечер песен и стихов о Ленинграде. О, хорошо сказал. И у нас замечательный гость из Москвы, наш любимый Михаил Анатольевич Кукулевич. Понимаете, друзья, есть вещи, о которых говорить стыдно. Ну, допустим, сказать про себя «я поэт» невозможно. Можно сказать «он поэт». А про себя сказать «я поэт» нельзя. Ну, стыдно. Тем более в нашей стране, тем более в нашей стране, где столько замечательных поэтов было, и я уверен, еще будет и есть. Но проходят годы, и то, что казалось вначале некой забавой, случайностью, вдруг оказывается главным делом жизни. Ну, так оно получается, само собой. Я сегодня, я всегда рад быть здесь, в этой библиотеке, потому что с Васильевским островом связано очень много в моей жизни. Очень много. Я здесь бегал по седьмой линии врачом, работая в поликлинике. Здесь жил мой друг. Вот. Все прошло. С другом мы знакомы с 43-го года, когда после блокады Ленинграда мы встретились в далекой Шуруме. Вот. Друга уже давно нет в живых, к сожалению. И я сегодня буду петь и читать стихи о Питере. И для меня это тоже непростое дело, потому что, вообще говоря, все последние годы я рассказываю о других поэлях. Я занимаюсь со школьниками, со взрослыми у меня несколько семинаров. И вот, один за другим проходит череда русских поэлов. Слава Богу, череда замечательная. Здесь я выступал, пел вам, рассказывал о Миндельштабе, потом я вам рассказывал о Куштере. Вот. Кстати, всем слушателям от него сегодня привет. Вот. И вот нашла очередь до меня, как говорится, отвечать за Лазар. Надо своими стихами и песнями. Ну вот. Я говорить больше не буду ничего. Я буду просто читать стихи и петь песни. Я был детским врачом. И, собственно говоря, в душе им и остался. Правда, сейчас я не лечу детей, я их учу. И это несколько легче. Вот. Дети у меня замечательные. Очень хорошие дети. В реке Крестовки, стылая вода, Злохмачена усилием гребца последнего. Ему не жаль труда. Он к призраку Елагина дворца стремит свою послушную байдарку. Осенний день, ему, наверное, жарко. А мы с тобой остынем на ветру. И зачихаем жарко непременно. Последний лист, последний во вселенной, Ведет свою неравную борьбу со временем. Оно его сильнее. Гребец проплыл. Крестовка цепенеет. Последний лист лежит у наших ног. Зовут вулкан, кольцо трамвая, Забор кирпичный, двор глухой. Здесь улица, как неживая, И чахлый сквер, как неживой. Затворки города, репейник, Лопух, бездонная трава, Ромашки нефармакопейной, Отягощенная глава. Мотоста фэрлинга грибного, Бетонный в ржавчинах откос, Устой моста колтовского, Река знакомая до слез. Здесь небо пасмурное, Мглиста, туман безрадостен и сер. Здесь делать нечего туристу, Аборигенам не в пример. Но мне такое не устройство Родного в рытвинах лица, Дороже праздного геройства, Себя забывшего дворца. И эта сила леда дрожит. Земля, не ждущая награды, Зовется то же, то же, то же Забытым словом Венинград. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Сейчас попробуем, что у нас получилось. Миша, погоди. Да, конечно. Пусть там не растет виноград, Николов Чертовский, Я снова хочу в Ленинград, На остров Крестовский. Забытый, затерянный, Райчья песенка спета. Играй же, пластинка, играй, Ты помнишь об этом. Твоя, слава Богу, цела, Хрипящая память. Ты помнишь, как яблонь Плыла летящая заметь. И возле пивного река Была остановка. И слышались издалека Забавы крестовки. Там отдых важнее труда, Там знаком культуры. Стоят по окружью пруда Наги и скульптуры. По бронзе и гипсу Бегут мурашки от стужи. И сладоги тучи Ленинградские белые ночи, Вы с годами ставите в ней. Речки Кронверки нету короче, Речки Карповки нету родней. Мне сравнить вас, любимые, не с кем От того до три раза в году, От вокзала московского Невский. Я пешком потихоньку в ряду, Мне судьба слишком часто прощал, Пожурит да поставит на вид. Глянув влево, кораблик сверкай, Глянув вправо, там ангел парит. Мы давно погружились с ним в песнях И выдыхая отечество дым, То летаем мы с ним в поднебесе, То на горешном асфальте грустим. Эта грусть мои раны залижет, Но останется в сердце изъян. Возле биржи свернув, я увижу За лекою пенько и буян. Вот бы там, возле моста Тучкова Мне хотя б твою тень повстречать, Ведь когда мы увидимся снова Через жизнь, через две, через пять. Надо сказать, что я долго не мог решиться Начать писать песни о родном городе, И случилось это тогда, в основном, Когда я из него уехал. Ну, это понятно. Это все совершенно понятно. Но были несколько песен, которые написаны здесь. Знаете, вот в этой песне есть одна ошибка Матоническая. Я написал песню, там первая строчка Старый лип у Новой Голландии. Вся беда в том, что в Новой Голландии Лип нет. Там одни тополя. И я был страшно рад, когда одну липу Там я все-таки нашел. Старые липы в Новой Голландии. Как-то вы с ветром сегодня поладите. Ветер с нивы уйдет в поздний час. Что-то мне нынче, что-то мне нынче, Что-то мне нынче тревожно за вас. Стынет канал в леденом одиночестве, Стонет тихонько, когда же оно кончится, Мерзла бутылка по горлышкам лед. Солнце пригреет, солнце пригреет, Солнце пригреет, она плывет. Так бы я незаметно и просто бы Плыл по фонтанке к Калинкину мосту, Плыл по свободу и молодой. Горло лечил бы, горло лечил бы, Горло лечил бы водой леденой. Старые липы в Новой Голландии, Знать на весну вы надежд не утратили, Хоть на нее еще восемь недель. Только вы слышите, только вы знаете, Только вы помните, будет камень. Только вы слышите, только вы знаете, Только у двери будет камень. Кстати, услышав эту песню, Александр Моисеевич Городницкий, Который выступает сегодня у Фридентского вокзала, И сказал, не поплывет. Я взял, бросил бутылку, она поплыла. И приплыла куда надо. И Александру Моисеевичу я обязан И самой первой своей песней о городе, Которая, на мой взгляд, Совершенно с него слизана. Вот просто слизана и все. Хотя так немногие считают, Собор Петра и Павла, Старинные куранты, Склонился желтый ангел Под тяжестью креста. Ах, как это печально, Что мы не дилетанты, Что профессионально, Нас дали суета Под сферой крустальной. Ни ливни, ни метели, Да не отрыдут света От этой красоты. Ах, как это печально, Что мы падаем на тарели, В вопросах и в ответах, В забвении мечты. Но в час, когда умолкнут На Кировском трамвае, И разведут руками Усталые мосты, Пробьется в отдалении Забытыми стихами Утраченное чувство Нездешней чистоты. Собор Петра и Павла, Старинные куранты, Взлетает желтый ангел Под тяжестью креста. Ах, как это печально, Что мы не дилетанты, Что профессионально, Нас дали суета. Без тства Девушки отдыхают. Ну, мне показалось, что было. однажды мне правда пришлось украсть строчку правда не стихотворную а прозаическую был момент когда что-то мне плохо писалось и я прочитал рассказ Татьяны Толстой а там была строчка про ветер дачный такой-сякой который вдоль садовый и так далее получилась песня но я признался потом автор не возражал сейчас помню чуть-чуть я поставлю вам решить немножко город ночной продувает весна каменный ветер речной и садовый встретившись утром на длинной садовой мрамор сырой пробуждает от сна и хороводы античных богинь и из-за кулис заполняют пространство где успеша применяют убранство крупный дерев и небесная стынь мойка ребяжья канавка фонтанка кожей гусиной дрожат с позаранка и выбегая на небский простор зимний зимние беды свои забывают и под шуршанье дим не смолкает прерванный хмурой зимой разговор прерванный отдых объект ^^ уже называет дейц Выйдет ссор очищающий ветер, Мне на любые вопросы ответит, Вылечит лучше любых докторов. Выйду к невеча и к терпке крики, На парапетах веселые блики, Гонят и к небу ладони мостов. Здравствуй, мой город, весенний мой Питер, Пусть я чужбил, я душу повытер, Жить без тебя я, увы, не готов. Надо сказать, что город все-таки меняется на глазах. Я за все это время не увидел ни одного трамвая. Ну, я мимо все. На Невском нет трамваев. Трамваев нет, на Саново только есть. Ну, в общем, их все меньше и меньше и меньше. А когда-то я знал два города, где трамваи определяли жизнь. Это кроме Питера еще замечательный город Ангарск, Который проектировали и строили Ленинградзе. Там тоже трамваев много. Ну и... А мне что-то жалко. Жалко. Так выходишь зимой, морозно, Вдруг два зеленых огонечка, сороковой трамвай. И ты уже знаешь. Или там, скажем, зеленый, красный, 33-й, да? Белый, синий, 12-й. Мы же знаем это все на этажу. Да, все знаем на этажусь. Ну, это знание, которое надо задавать, Старый трамвай, сейчас. Старый трамвай, ностальгия из меня По Петроградской провозит меня Вот поворот и опять поворот Каменный остров меня уже ждет Я поскорее с трамвая сойду Я перемен никаких не найду Та же арея пустоя замня И на столбе запрещающий знак Что запрещает он, что стережет В юность мою и проезд, и проход Серое небо, сырая земля Ветер сквозной шевелит на поля Мне на запрет и теперь наплевать Мне бы в полглаза увидеть опять Как на скамейке у дуба петра Молча сидим мы с тобой до утра Был молчалив и печален рассвет Вот и на свете тебя уже нет Старый трамвай, два зеленых огня Не выезжай никуда без меня Да, друзья мои, на четверых Вежливый автор спросил бы вас Как вам слышно? Хорошо ли? Не слишком ли? Это первое А второе, что сделал вежливый автор Спросил вас, как вы почитаете Чтобы у нас было два отделения с коротеньким пилировом Или одно? Мне все равно Мне все равно Лучше два, потому что здесь не будет кислорода А, кислород Кислород это важный Важный Тебе надо отдохнуть Нет, отдыхать не надо Вот такое Такое стихотворение Значит, здесь В этом зале присутствуют мои одноклассники Видите, как это здорово, да? Мы недавно отмечали 60 лет, да? 60 лет окончания школы Представляете себе? 57 год Да это трудно даже себе представить Но Что поделаешь? Вот песенка о Крестовском острове Которую я посвятил Горе-Лифлянчику Вот у меня там сидит Помнишь, жили мы с тобой На заснеженном Крестовском Наше скромное жилье Время в лето унесло Но мы с тобой живем и ворчим по-стариковски Да и как тут не ворчать? Ведь бездомие это зло На Динамо и морском Нынче новые порядки Там элитные дома Небо пластиком гнетут Не стоял бы, не смотрел Убежал бы без оглядки Да куда-то ему бежишь, если ноги не едут Не грусти, товарищ мой Разве мы судьбе не рады? То, что было, утекло То, что будет, утечет Не добила нас с тобой Ленинградская блокада Но время предмен Обязательно добьет Еще свидетельение Посвященное моему другу Замечательному поэту Виктору Кагану С которым мы вчера встречались Витя живет в Германии Но Стихи пишут, конечно, России Это же понятно И вот мы заговорили о том Как в детстве Какие запахи нас преследовали Как все пахло Вот идешь по Левашовскому Хлебозаводу И корочка, и мисс И так это здорово Как в детстве пахнет все И небо, и вода Отрезаны сполна Ломоть ржаного хлеба И чечевичный суп И всякая еда Которая была тогда важнее неба Как в детстве пахнет все Знакомый запах тот И острый этот вкус С годами исчезая С собой, как ни грусти Конечно, заберет И ветхий старый дом И перезвон трамвая С собой заберет Всех родичей твоих И тех, кто не дожил И тех, кто пережили Эту страшную войну Что пощадило их Но годы все равно Увы, не пощадили Как в детстве пахнет все И вот я стариком Стою оцепенев Дыхая воздух сладкий И небо, и вода, и хлеб А в горле кома Все есть и ничего Лишь жизнь в сухом остатке Ну, помните Это страшное происшествие С Данайей Рембрандовской Кто же не помнит Ногая юная Даная Отреставрирована И уже не помнит И не знает Про злоключения свои И восхищение горячим Мы ей подыгрываем в том Но все же аккуратно прячем На всякий случай Под стеклом Ведь в рассуждении Самым строгим Век виноват, как ни суди Что красоты всегда Немного А сумасшедших Продпрудель И еще одно Над сумрачной Невой За горным институтом Где зобы кораблей Чем дальше, тем больней Бродил я в ноябре И щелкали минуты И за спиной трамвай Сверкал дугой своей И кланялись в луне Подъемных кранов В тени И сыростью ночной Вводила трошь Нева А я все ждал, когда Сквозь веки поколений Вернутся и ко мне Забытые слова АПЛОДИСМЕНТЫ На мгновенье толстой книги Которую и надо бы, но трудно отложить Меня не занимает в ней Развитие интриги Мне лишь с ее героями Подольше бы прожить Увы, мне свои нравные Любимые герои Их мир потусторонний Не терпит пустоты Лишь на мгновенье вздрогнут Над черною лекою Фиванских долгожителей Надменные черты И острый штык лопаты Попьется плоть суглинка И северное солнце Застынет на кусте И на четвертой линии Наискосок от рынка Осиротевший эркер Заплачет в пустоте И ветер оголтел И перелеснет страницы Рванет по лужам рябью И небо распахнет И выбытые стекла Отставлены из столицы Вдруг полыхнут пожаром Ударив сердце в лед Ты боль моя, ты все-таки В рай благосклонна Отпустишь и на этот раз Что вспомнил я опять По гаузе пуст камеру Астральные колонны Базильевского острова сквозу Благодать Здесь у меня одна песня Которая всегда Связалась у меня С Ланей Ишунской Хотя она так к этой песне Никакого отношения не имеет Просто она ее очень любила И всегда, когда я появлялся в Питере Я ей эту песню купил Вот Представляете себе Ту часть Петроградской стороны Где улица профессора Попового Где дом молодежи Да, вот это вот место И я уехал из Питера Да, в 82-м году А в 82-м году Мой ребенок старший заканчивал В мединституте В школу, извините В школу И мы после выпускного Пошли с ним гулять И как-то нас повело Повело в эти маленькие улочки Где мы никогда не были Собственно говоря Там делать нечего Вот Но это было замечательно И вот от этой прогулки Осталась песня На улице Грота и улице Даля Мы что-то с тобой безнадежно искали Отчаявшись вышли К уснувшей реке Буксирный гудок Развучал вдалеке И малая Невка И Невка большая Печалят над Невка Над вами Витает печаля Над Невка И лёгкий туман Вдыхаешь Не больно А выдохну Пьяно На улице Даля и улице Грота Своим едва ли оставим заботы Забытый дом И подъезд И этаж Душой Опереться Нельзя На мираж И малая Невка И Невка большая Печалят над Невка Над вами Витает Печаля Над Невка Велёгкий туман Вдыхаешь Не больно А выдохну Пьяно Кто-то Кого мы едва ли встречали На улице Грота И улице Даля А ты ищешь Подолуные наши Следы Они Оборвутся У самой Воды И малая Невка И Невка Большая Печалят над Невка Над вами Витает Печаля Над Невка Велёгкий туман Вдыхаешь Не больно А выдохну Пьяно В Москве Отмечая Первый свой юбилей Шестидесятилетний Шестидесятилетний Нет Шестидесятилетний 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 Второй Значит С этих юбилеев Был кошмар Вот Одна дама Подарила мне стихотворение Я не помню всего стихотворения Там были строчки Я подумаю о Мише Хотя общего я не думаю Который этот город пишет Рифма хорошая Вот И я подумал, что Негоже Такую рифму пропускать Вот Там что такое? Ах, Элида пришла А, ну хорошо Ребята, после этой песни Мы сделаем коротенький Ладно? Ну вот Я решил написать песню Но Вообще Есть состояние Когда писать ничего не надо Сколько времени? А половину Тогда еще можно подчислить 35 35 Ну еще 10 минут Вообще Когда пишутся стихи И когда что-то делается Значит В раздраженном виде Ничего делать не надо Ничего хорошего не получится Как правило Вот Когда очень хорошо Тут не до стихов Тут тоже замечательно Вот Когда очень плохо Тоже не до стихов Потому что надо как-то пережить Значит надо Найти какой-то Такое спокойное место И вот представьте себе Я стою Угол Невского и Садовой И мне надо Проехать На Васильевский остров Я 5 минут жду машину А я ее вызвал Такси 10 минут жду машину 20 минут жду машину Это между прочим Конец ноября 30 минут жду машину Наконец она появляется И говорит Вы знаете У нас тут Как с движением Это по Ликовке Надо туда поехать Потом вернуться По фонтанке Это же невозможно Я его простил Конечно И песенка написалась И тот кто этот город пишет Свободы странствий не ценят Он должен знать Его услышат Жемчужного Отлива крыши И волну Прогая Озня Он должен Знать Черкунный Ангел Взяв Полномочия У Бога А орду Пережмет Карнсангом Потом Отпустит Понемногу Вот и Небесный Оператор Моей судьбы Хирургу Прямой Любовь Конечно Зачревата Она Трагедией Дрома Она Селена Непостоянством И Невзаимность Ей знакома И В ней Размахи Окаянства Сильней Пространства Огаема И Все же Нет Альтернативы Тому Загадочному Чувству Душа Проявит Негативы Мгновений Чистого И Мы Окажемся На снимке Убором Памяти Недолгой С Прошедшим Ременем Вомнинку И ревность Друг Кольнет Иголкой К самим себе Какими прежде Мы были И уже не будем К тем Ослепительным Надеждам Щенячьим Доверью К людям А люди Что ж Не изменились Их неизбывные Печали Они Сей град Не разлюбили Другое Строят Их Янвали И тот Кто этот Город пишет Тот Верно Как сказал Поэт В такт Своему Плесанию Дышит И поднимается Все Выше И ловит Отлетевший свет Верно 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 Курящий Блокад Верно Верно Спаси Господь Спаси Господь От участи Такой И еще стихотворение Чугунная решетка Свинцовая вода Вот зелень и щепотка Ее кладем сюда Вот в серых тучах Небо Твой зонт Над головой Подробностей Не требуй Не будет Ни одной Рисую я Нинасти Дождливый город Наш Подписываю Счастье Сей пасмурный Пейзаж Вот Ну и перед тем Как отпустить Вас на перерыв Я хочу сказать Здесь очень много людей Которые знают Мои песни Если я Чего-то забуду спеть А Вам это захочется Значит Вы пишите мне записочки Или Поднимайте руки Карп Школя Перерыв Аплодисменты Аплодисменты Пошли Ваши Добро пожаловать Добро пожаловать Ваши Добро пожаловать Не Добро пожаловать Нет Рисуем Убро пожаловать Им Дайте время, я вам приветствую с Бакаре. А, может, прибежит, хорошо. Все в любом случае, в воскресенье. А еще вам приветствую с Балтайом. То есть, я входчик поясил у нас онлайн, а у нас в Бакаре, в Балтайе, и так не слышно. Ну, давайте, давайте продолжим. Друзья мои, перед началом второго отделения, я хочу вам сказать. Сейчас я возьму бисточек. Что у нас здесь присутствует еще один Барк. Это Лена Малеева. У нее четвертого ноября в 18.00 будет концерт в Доме ученых. Ну, и для того, чтобы мы сделаем такую легкую презентацию, она споет пару песен. Ленечка, пожалуйста. Спасибо. Все нормально? Я сейчас, как и вы все, наверное, в таком легком состоянии, пытаюсь его понять, наверное, грусти, ностальгической такой грусти, восторженной, которую нас Михаил ввел. И я отсюда не вхожу, и буду петь о городе. Вообще жить в нашем городе не петь о нем невозможно. Каждый выражает свою любовь по-разному. Кто может в картинах, кто в песнях, в стихах, а кто просто в душе. Вновь оркестр духовой, в мокром летнем саду, Замешательство ввел птичек весны. Я с Олегом Центральный туда поверну, где волшебные звуки оркестров. Мне покажется, что ускоряют свой шаг, чуть ли с твою шурша поле. Пушкин, Блок, Достоевский, Борис, Пастернак. Я иду оглянуться и смею. Пушкин, Блок, Достоевский, Борис, Пастернак. Так, я иду оглянуться и смею. Небо в сереньком плащике смотрится в пруд. Платья синие спрятат за тучи. Ты найдешь меня, может быть, с ними надут. Мне назначены в жизни пучи. Без тебя, город мой, жить я вряд ли смогу. И попытка была напрасной. Ты не в южных широтах, мой Санкт-Петербург. Только тут мне теплее гораздо. Под осенний вальсок закружилась листва, Обостриться и мысли, и чувства. И серьезная разволновалась неба У гранитных намокнувших спусков. Пусть тебя, город мой, добрый ангел хранит, Если в его только силах. За тебя моё сердце порой не болит, Как обычно за самую любимую. Как обычно за самую любимую. Пусть тебя, город мой, добрый ангел хранит. А я припев многократно, И торжественно в пасмурном небе плывёт Белый ангел туда и обратно. И торжественно в пасмурном небе плывёт Белый ангел туда и обратно. Белый ангел туда и обратно. Белый ангел туда и обратно. Нарисовалась в небе радуга, Повесла гость и фантастичная Над Дышеоктинским мостом. Летали низко чайки белые, И почему-то захотелось мне Поймешь знакомый этой радуге Пройти с тобою босиком. А ты ничуть не удивляешься, Давай, конечно, прогуляемся. Об этом тоже я мечтал порой, Хоть никому не говорил. Я знаю, как мы это сделаем, Ты у меня такая смелая. Как хорошо, что я с тобой как раз Две пары крыльев захватил. Дыхание затаит от красоты, На Петербург мы смотрим с высоты. Нева тихонько улыбается, Свой совершая поворот. Вот лето и узенькая улочка, Здесь был мой дом напротив улочной. Желтеет куланча пожарная, Где детство прячется мое. Как хорошо все видно с радуги, И очень вкусно пахнут пироги. На коммунале нашей кухонке Их моя бабушка пекла. В окошко я смотрю и как могу Старательно и свою радугу. Замык про детские, но важные И неотложные дела. Давайте чаще видеть радугу, В глазах любимых видеть радугу. И в жизни больше будет радости, Среди обычных будней хрень. И все тогда у нас получится, Когда в глазах два добрых лучика, А ты, ты самый малый, малый стиль, Вокруг становятся светлежи. Ай-лай-лай-лай-лай-лай, ай-лай-лай-лай-лай. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 В его поэтике значение детали точное, очень велико. Вот я как-то был на мойке, стоял на остановке сотового автобуса и смотрел в воду. И мне пришли его слова в память. А в мойке рядом с замком инженерным мы донную увидели траву. Вот, товарищи ленинградцы, ведь вы это сразу... Вот стихотворение, посвященное Кушнеру. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Тут же вспомнил тот день целиком, будто был он недавно. А ведь годы минули, столетия прошли над водами. Никого не осталось из тех, кто здесь жил и любил вместе с нами. Только запах и цвет и движение мельчайшей детали. Без нее саму жизнь мы жизнью бы вряд ли назвали. А тем более же вы писать бы ее не смогли. Сделать чуть не похожей на судьбу тех других, Что неловко толпятся в прихожей и в руках неподатливой. Руку засунуть пытаясь все проститься стараются, нам ничего не прощая. Потому что и спрос у нас другой, но как же, конечно, Вон часы на стене, на столе пузыречек аптечный. Им труднее, чем нам убежать от смертельной детали, В строчку точно поставив ее, они смогут едва ли. Интересно, пахнет ли сейчас корюшкой город? Проплыве уже по небе из ладоги лед. Я, конечно, увижу это и сам, но не скоро. Лишь когда меня поезд на московский вокзал привезет? Жить в разлуке, наверное, все-таки можно. Слава Богу, есть память, и она не подводит пока. Но одно дело помнить, как ведет себя по весне река, А другое гранит ее, трогать рукой осторожно. Нет, не славеет, не проходит эта любовь никак. Хотя, казалось бы, как можно любить камни? Но если взять любую страницу из моего дневника, Станет понятно, что все новое начинается в давнем. Что ж тут удивительного? Ведь душа наша память, и мы живы до той лишь поры, пока она с нами. В Москве живет еще один мой друг, замечательная поэтесса Лариса Миллер, стихи которой являются собой настоящую философию оптимизма. Она, мы с ней одногодки, и вообще в одном возрасте, она пишет прекрасные стихи о любви к жизни, собственно говоря, и каждый раз находит для этого новые слова. Вот это просто удивительно. Она пишет статьи, эссе, и однажды она написала статью про Кушнера, которая называется «Уютный дом с видом на бездну». Вот эта фраза, она очень точно отражает мироощущение Александра Семеновича. «Уютный дом у бездны на краю, я его хозяя не пою, он в нем живет, он любит этот дом, что к пропасти безудержно влеком, он жизни в этом доме дорожит, и от того перо его дорожит, и трагедийным светятся накалом те строчки, что о счастье написало». Ну и последний, потом будет песня выйти. «Я москвичом не стану никогда, Хоть проживи сто лет я в этом городе, Течет судьбы моя прозрачная вода по мостовым его, И все же в вечном голоде моя душа, Зачем, не знаю сам, совсем к другим стремиться берегам. Хоть Николая ни двора там нет, Есть горстка малая друзей старинных, Душа тотчас справляет именины, Завидев крышью во жемчужный свет. А дело что ж, оно под свод вокзала, Его привычный старый дом зовет, Оно в гостях порядочно устало, Так пусть же на диване отдохнет». Ну вот из совсем старых песенок Дело все в том, что, ну вы же знаете, У бардов есть главный враг, На букву «С» начинается, На букву «З» кончается. Так вот, улица есть в Питере, В любом городе несчастные улицы, которые все время роют. Вот роют и роют, роют и роют, роют и роют. Все, казалось бы, все заасфальтировали, Через месяц, где же я, пять раз выяснил. Вот улица Зелениной, Как раз находясь, относится к таким проклятым улицам. Но... Улицы Зелениной, жадкая походка, На уголу булочный стынет автомат. Замерзаю медленно от гудков коротких, Что же там все занято Столько лет подряд. Что же там все занято, Заперто, забыто, Не вдохнуть и не выдохнуть, Не пожать руки, Лишь роятся на свету Вольные отбыта. Мои памяти, шальное мысли, Матвяки. Петроградскому двору Тучи неугодны, На четвертом этаже Не горит окно. Петроградскому двору Тучи неудобно, Что же там все занято, Если там свободно. Петроградскому двору Тучи неудобно, Отчего свободно там, Если так темно? У лица зеленой Шаткая походка, На уголу булочный стынет автомат. Замерзаю медленно От гудков коротких, Что же там все занято Столько лет подряд. Еще одна старая песенка, Которую я редко очень пою, Но надеюсь, надеюсь, что я ее не забыл. Вези меня трамвай По рельсам голубым, Вези меня трамвай По дню моей заботы, Вези меня трамвай Весеннее умолкай, И праздник исчезает За дальним поворотом. Я оторвал билет Счастливый, Но трамвай от счастья Моего считает остановки. Пускай недалеко Увез меня трамвай, Но долгим может стать И путь совсем короткий. Пускай недалеко Везет меня трамвай, Но долгим может стать И путь совсем короткий. От встречного до встречного пути Лишь руку протяни, Сойди и поезжай В обратном направлении От площади прощай Везет меня трамвай По улицам моих напрасных сожалений. От площади прощай Вези меня трамвай По улицам моих напрасных сожалений. Друзья мои, я все-таки хочу, это было бы неправильно, если бы я этого сейчас не сделал, спеть вам несколько песен на стихи Александра Семеновича Кушнера и на стихи Шефнера. Правда, вот если с Кушнером мы можем меняться по этому поводу, с Шефнером все было сложнее. Кстати, он жил на Шестой Ленине здесь очень долго. Я как-то написал песню на его стихи, позвонил ему и попросил разрешения встретиться, показать. Он так жалобно сказал, дорогуша, я ничего в этом не понимаю, у меня совсем слуха нет. И в общем мы так и не встретились, о чем я в общем-то все-таки жалею. Шефнер один из моих любимых прозаиков. А поэте так говорить, может быть, нельзя, но проза его меня просто трогает очень. Особенно замечательная книжка «Сестра печали». Ну, сейчас наш Кушнер. А, слушай, а, ну ты же без гитары. У меня тут мой аккомбинатор затесался. Но он сегодня без гитары, вот сильно отдыхает. А Ленина, без гитары можно подать? Нет, у нас это все серьезно. Вот сейчас я вам свою песенку. Значит, смотрите, какая песенка. Музыка чужая, то есть шумерта. Стихи чужие, то есть Кушнера. А песенка моя. Соединю. Эта песенка шумерта ты сказала, Я всегда ее пел, но не знал откуда. С нею, кажется, можно начать сначала. Жизнь уж очень похожа она на чудо. Что-то про славья и унылый в роще. Звук немецкой рощи и звук унылый. Песня тепла милей, чем стихи в ней проще. А без слов еще лучше, с нездешней силой. Я всегда ее пел обходить без смысла, И слова безнадежды перебирая. Тьма ночная немецкая в ней нависла, А печаль в ней поистину неземная. А потом забывал ее лет на десять, А потом вдруг откуда-то возникала. Умудряясь дубовую тень развесить, Надо мной побуждая начать с начала. Субтитры создавал DimaTorzok Веселий Кушнер сказал, что его первую книгу страшно обругали, В общем, он даже в «Каркадиле» был остателем. И главное, его обругали за мелкотевье и за книжность. Я сразу хочу сказать, что такие люди, как Кушнер, Такие люди, как Грюссер, Такие люди, как почти все поэты серебряного века, Они, в отличие от нас с вами, были любеобразованы. Вот. И для них было переживание не только То, что происходит в жизни, Но и то, что происходит в книгах. Это было такой же силы, Душевное, духовное переживание. Поэтому, конечно, о какой книжности может идти речь? Это просто смешно. Стихотворение Кушнера «Я скажу тебе, где хорошо». Я скажу тебе, где хорошо, Хорошо в Амстердаме, Цеховые дома и его узкие волноподробные. И я усилие сделал, чтоб вспомнить их над головами. Их резные коньки белогривые, Молеспособные. Заменить на картине кипящие По буковой раме Золоченные видения наши Горьки и подробные. Трудно что-нибудь вспомнить, Труднее всего по желанию. Упирается память, Ей видишь, не проще в засаде. Поджинать нас пугает и Мишера, и вдруг-то любанию. А чего я вспомнил сейчас? Объясни, Бог, ради. То ведь ветер снивы На поля прижимаются к зданию. Я скажу тебе, где хорошо, Хорошо, блин, ради. Я скажу тебе, где хорошо, Хорошо, где нас нету. В Амстердаме поэтому лучше всего у канала. Мы не бродим, не топчемся, Не покупаем газету. Не стремимся узнать из нее, Чтобы нас до канала. Я стоял над водой, Все равно, что заглядывал в лето. В Амстердаме нас нет, Да мы гоня на нас не застала. Я скажу тебе, где хорошо, Хорошо, где нам плохо, Хорошо, где к тебе поднимаюсь Навстречу с диваном. Произносят такие слова, Как страна и эпоха. И не стыдно того, Кто их вслух произносит, Не странно. И всерьез отвечая на них, Не боишься подвоха, И болят они, Как нанесенные в грусты. И всерьез, Не для дороги другой, Или уставшей от жизни страны, Чем пойти торопясь По пути рассудительных стран, Все другие дороги безумны, Бездолны страшны, Так я думаю, с книгой садясь На диван. Рассуждения разумны мои, потому не верны И задуманно влезть надо в самый глубокий карман А в глубоком кармане, внутри пиджака на груди Роковая записочка, скомканный, смятый листок И слова полустертые, неразличимы почти И читать тоже надо не прямо их, а между строк Будь что будет, а будет у нас впереди То, чего ни поэт, ни философ, не знает, ни бог Каждый раз выбирает Россия такие пути Что пугается запад, лесу закрывает восток Каморка лифта тащится, как вывезет в гору Скрипят в сравнении с теми, кто живет Низкий огонь, стадохоз мне завести в пору Пасти над краем пропасти их, не боясь риска Когда катул в Африю попал в свите наместника Он видеть мог пейзаж Вроде того, что мы в окошечко с тобой видим Скалистый брачный слез, очнись, сейчас сходим Французский ключ вставляется в замок просто Но знаешь, иногда мне жизнь моя Странной и непривычной кажется В ее гнезда еще и не попасть боюсь Как тот пряный, жизнездная, крутая, но другой нету Какая есть такую и любить Будем, откроем дверь, зажмуримся Любовь к свету, наверное, в прежней жизни внушена Людям, душам гораздо старше этих стен Кресел, комода, века два ему он так Молод и не знаю, кто печалится А я весел, о, только б за окном синел родной город О, только б за окном синел родной город Я стою на Литейном мосту Лицом к заливу За моей спиной слева Громада Беббольшого дома За моей спиной справа Крестов силуэт знакомый Я стою на Литейном мосту Лицом к заливу Нет, я не сидел, не участвовал, не привлекался Мое поколение выскользнуло из-под гнета Крови душ людских я нет, не питался Не писал ни доносов, ни расстрельных отчетов Облака плывут от охты до горного института С высады они видят то, чего нам не видно Красота, конечно, но почему-то за страну мою больно мне и обидно Потому что никто никогда не считал крови Потому что людей у нас много слишком Не моргнув глазом, не пошевелив бровью Ни дела вершила власть о делишке Виноватых, конечно, искать не будут Да и что их искать, они все известны Облака плывут в немолочном горе Все плывут и плывут до Дубревом местом Песня питерская только потому, что первые две строчки написаны в Питере Потом надолго забыты И потом в Москве, в Купавне А я живу на железнодорожной ветке Москвы Петушки У меня ходят поезда и электрички Эти строчки стали песней Перед этим коротенькое стихотворение Посвященное моему, к сожалению, уже покойному другу Замечает моего русского поэта Владимир Леонидович Поэт затерян в электричке Он по спасительной привычке Чтоб не выдела голова Тасует так и сяк слова Средь пора пьяного и мата Он жмет ладонь свою к виску Он понимает, чем чревато Пренебрежение к языку Но никого не осуждая И всех жалея Как детей Он про себя стихи читает Простые строчки без затей Его душа открыта Богу В нем эти строчки Видит Бог Звенит железная дорога Взлетает свет наискосок Слобов обгоревшие спички Бросая в покровый закат Спешит на восток от Москвы Электричка к далекой платформе усад Урвав по куску от столицы Свои от аварьев рубли Попутчики спятых в грюбе лица Поря двух шагах от земли Попутчики спятых в грюбе лица Поря двух шагах от земли И той же тоскою измелью Усталостью той же обряд И я между ними навеки затерян В стеклу ледяному полежат Там лезут в глаза мне просторы Задушенных гарью полей Где ангелы глухо ведут разговоры Про душу уставших детей Где ангелы глухо ведут разговоры Про души уставших детей А здесь, в освещенном вагоне На взгляд посторонней страна В парах перегара тихонечко стонет Летящая в пропасть страна Удрать бы к чертям на кулички В отчаянии дернув стоп-кран Но сил никаких и летит электричка Кровавый клубица туман Но сил никаких и летит электричка Кровавый клубица туман Да, да, эта песня меня Оля напоминает 91-го года Хотел бы я вернуться в этот город В его дожди и горькие туманы Хотел бы я вернуться в этот город Я сам себе ответить не могу Здесь плоть мою пронизывает холод Здесь миражи естественные и странные И здесь не утолишь душевный голод В тот город, где мне повезло родиться Вернуться можно, но вернуть не в силах На время первозданность ощущений И голоса исчезнувших друзей А я уже их забываю лица И очертания улиц сердцу милых Но как ни странно жизнь моя все длится И так же страшно мне расстаться с ней А город мой живет, как прежде дышат Другие люди воздухом балтийским Детей рожают и рожатся в землю В сырую землю клавиш городских А я и в этом здесь чужой лишний Мне не лежать под этим небом глистым Хотя и для того лишь жизнь приемлю Чтоб частью стать камней его Старенькая-старенькая песня Которую я всегда забывал Находились люди, которые меня постоянно просили ее петь Ну, представьте себе Петроградскую историю Левашовский проспект Парк Барочный, трамвайный на Барочной Дело в том, что я не оригинален Абсолютно Я просто человек своего поколения И меня волновало, и волнует, и будет волновать Вполне определенные вещи Одна из которых самая для меня существенная Это сталинские репрессии Я не могу об этом не думать Вот, поэтому вот эта песня На Барочной съезд полуночных трамвай Что видели за день, что слышали за день Расскажут друг другу, трамвая зевая Оттока тела отрывая И белая ночь подплывет тишиною Желанной такою, короткой такою Над карпкой сонной, над парком трамваю Ни вздоха, ни крика, ни песни случайной Все спит Мы город разгладим дневные морщины Но в комнате с видом на остров зеленый Тень женщины спорит с портретом мужчины Настойчиво, тихо, влюбленной Она ему шепчет, любимый мой, слушай В холодных леталях, в подвалах и серых Отыщет любовь, твою скорбную душу Надеждой согреет и верой А он отвечает, родная, не надо Забудь, отрыгись от предателя мужа Не то застучив сапогами в парады В углах притарившийся ужас Но опьется убыт в твое верное сердце И выбьет живое и мертвое наполнено И полность призвав себе В единоверце добьет твердом Боль свою помнит И спор этот страшный не ведает тленья И привкус тоски над рекою не тает А в комнате третья встает поколение Тоски этой не замечает И снова на барочный крохот трамвайный Звонки залютуют июньскому утру Им что они памятью не обладают И это, наверное, будет Я не хотел вас оставлять в таком настроении Поэтому давайте петь песенки Чего такое? Записочка А, записочка? Давайте А, вот, вот, интересно Это тоже не питерская песня Но Значит, я тогда вам сейчас расскажу Барб, ведь всегда нужно что-то рассказывать Не только петь Значит, приехав В Москву В Носковье Я жил в Носковье Через некоторое время Я был замечен московскими бардами И они меня взяли с собой В гастроли в Коми Мы ездили по Коми Наступали в Сыртыкаре Выступали в Княжпогоське Выступали в Гусинске Я первый раз вообще все это видел Вот самолет на крыло встает Чтобы сесть на посадку И под горлом Бараки-бараки-бараки-бараки-бараки-бараки-бараки-бараки-бараки-бараки Значит, самолет садится И автозаки на работы без заключенных Туда-сюда Ну, как у нас Это был мой первый опыт Ну, второй Ну, первый был Легкий, он не считается Был второй Большой крупный опыт И о ужас Я прочитал сценарий Он мне, во-первых, страшно не понравился А, во-вторых, я ничего не смог написать То есть я пытался что-то, я там работал Но ничего не получалось Одна песня мимо, вторая мимо, третья мимо И, наконец, я решил отказаться вообще Ну, думаю, не мое это Ну, режиссер оказался угорный Он позвал меня к себе домой В Минске мы с ним посидели Вдвоем Жены его не было Мы выпили коньячку Не так, что много И он мне говорит Ну, пой свои старые песни И мы все нашли Все четыре песни, которые нужны были, мы нашли Вот я, кстати, сейчас с этой начну И еще одну спою А потом я вам спою Кошнер на прощанье Шевернер Шевернер, да Утопив свою память в вине Жизнь пробив до последнего рубрика Спит, храпит в литургическом сне Огоревшая коми республика И сквозь сон ни то всклип, ни то стон Ни на тысячи счет, на миллионы Хорошо, что у нас на Руси колокольный повылился звон Мы поглохли от этого звона Сык ты в карльта, ухта, воркута Тонкой ниточкой утянется путь И если были где-то в рай в ворота А очевидно, это здесь где-нибудь Здесь от тундры до чахлой тайги Где раскинул свою сеть и гулаг Даже если на ногах сапоги Предохранников и мосты и наг Здесь мощам твоим копейка цена Да и то, как посчитает конвой А душа-то вовсе отменена Ни ковреме не возиться за душой Когда встала вся страна на дыбе И взлуздав ее железной уздой Позабыл наш вождь, чтобы не рабы И не воск под гениальной рукой Нам наполнить бы ему докуда Мы в беспамятстве должны околеть Мы сломались на корню и тогда Кисть восславили, держащую плеть Вот и вроде бы совеща ста Да бесчестья мы наелись с лиховой Цык ты в карта, ух, товары куда Чьи там косточки скрипят под ногой Ну а последняя песня, которую я хочу из-за мамы Из-за них этого фильма показать Главную героиню играла Людмила Марковна Горченко Это была роль совершенно как бы не ее пройденная Ну такая трагедийная совершенно роль Она играла следователя И она в конце фильма окончает жизнь самоубийством Потому что меняются времена Меняются портреты Горчева на портреты Брежнева И понятное дело все идет никуда Ну короче говоря Она сыграла роль Позвонил мне режиссер и сказал Слушай, я хочу, чтобы вы финальную песню с Гурченко записали вместе Она же у нас покойница Он говорит, это будет на титрах, это будет неинтересно, неважно Мы записали Записали Вот эта песня Дождь то лил, то капал Не переставал Черный ангел плакал Бег утешал И из последней мочи Молили за меня Черный ангел ночи Белый ангел дня Праведной расплаты Огрешенный свет Тем, кто стал крылатым Места в жизни нет Проверкнут, как небыль В шуме вытия Непрости ты в небо Не поймет земля Вот и все преграды Рухвали Звенят Ангелы Не надо Обманывать меня Лучше хоть немного Хоть еще чуть-чуть Перед той дорогой В воздух ухлебнуть Ну, у меня, естественно, почти нет песен на войне, по причине возраста, я достал ее только самое начало, я родился в 1939 году и поэтому, поскольку я работаю как чупча, то есть я могу писать только то, что вижу, то песен на войне у меня и нет. Но есть песня, посвященная 1946 году, она посвящена моему отцу. Эту песню я сегодня хочу Ну, после этого я спою «Шефнер», я помню, я помню, склерозы еще не включает, вот я помню. Брандмауэр кирпичный с прорезанным окном, И небо цвет брусничный, и облака на нем, и все как будто просто, и больше нет беды. Ну, мой крестовский остров взлетает без воды. Куда в полет свободный, мы оба с ним плывем, Фонтанка и обводный остались под крылом. Хорошая погода, и снизу нахмашетна, Сорок шестого года, несытая весна, Под колбина проплыла, под нами, наконец, Там братская могила, в ней бой ведет Отец. Сквозь раны пулевые стремится мы с трава, Но живы все живые, и снова жизнь права. И мы без остановки летим с тобой назад, Где у реки Крестовки притих мой детский сад. У меня светит одиноко прощающим огнем, ну вот, понимаете, надо петь шефно беда вся, только я ее спою, спою ну давайте мы не будем это считать давайте не будем считать кодой, ладно? пусть кодом будет где-то по идее, я вообще не ее спою потому что песня тяжелая опять тяжелая опять тяжелая жизнь такая, да? нет, ладно, все равно, мне кажется, что все равно свет где-то нас ждет в конце в конце а можно оптимистическую? тогда последняя оптимистическая? была бы музыка ладно, вот я тогда спою шефнора, а потом я спою была бы музыка и это будет полный оптимизм как сказал Никита Сергеевич есть в городе памяти много домов широкие улицы тянутся вдаль высокие статуи на площадях стоят и сквозь сон улыбаются есть в городе памяти много мостов в нем сорок вокзалов ищем пристаней но кладбищ в нем нет крематориев нет никто в нем не умер пока я живу есть в городе память маленький дом в глухом переулке поросшим травой завито окно заколочена дверь и перила крыльца оплетает вьюлок когда это дело случится со мной с проспектов стремительно схлынет толпа и за руки взявшись друзья и враги из города памяти молча уйдут и сразу же трещины и спороздят асфальт и высокие стены дорог веками растают как льдинки лесной и башни как свечи начнут отплывать осядут в реке растворятся мосты расплавятся статуи на площадях с вокзалов уйдут без меня поезда корабли я буду шагать сквозь дома и дворцы на берег другой перейду без моста над стрежной над омутом над пысклиной такое уж чудо случится со мной я в тот перегулок забытый в пеку у старого дома замедлю шаги и девушка в платье весеннем сойдет с улыбкой когда-нибудь это случится со мной не пугайся я хранитель я хранитель твоих безутешных утра вилочерпи вилочерпи твоих участившихся вилочерпи вилочерпи ты доверь ты доверься мне только покрепче держись полетаем с тобой до утра над Невой чтоб потом возвратившись в себя без потерь поняла ты что не так уж печальны дела что не смерть у тебя за спиной нет не смерть два крыла у тебя за спиной два крыла боя не смерть друзья у нас будет возможность еще увидеться кто сможет в воскресенье расскажи об этом пожалуйста поподробнее открывай отключи Воскресенье можно еще встретиться с Михаилом Анатольевичем, у нас будут посиделки в клубе «Барт Кубе Парус», это «Капа Африка», печатника Григорьева «13», это «Восточная Африка», это их две, в эти просто Африка. Воскресенье, да, у нас будет клуб для посиделки, будет много разных артистов, у Михаил Анатольевича решила нам состоять в компании, так что приходите послушать, попеть, поговорить. А следующая встреча здесь состоится 17 ноября, будут выступать уже знакомые вам Ольга Зеленская, Эрика Сташев с программой «Я вижу свет». А потом, я думаю, в начале декабря, мы с Леной решили, еще декабрь не строили. Так что программа в библиотеке всегда распечатана на месяц, здесь всегда проверяйте, а все остальное по «Бартовской песне» смотрите в бар-календаре, памятки там все, везде берите, пожалуйста, если вам интересно, сходите еще куда-то, может быть, за небольшие деньги, приходите всегда рады. Спасибо. Друзья, я выношу вам от имени себя, от имени себя огромную благодарность, потому что вы просто исправили положение, честно скажу. У меня вчера был концерт в хорошем месте, да, и сидело там 15 человек. Ну не пять же. Ну не пять. Не совпадай со Слонимским. Ну так что же, извините меня, знаете, с кем я? Сегодня с Городницким. Да, сегодня с Городницким и ничего. Да. Вот. Так что вот так, к сожалению, со Слонимским не я совпал, а лицейский декабрь. Да он сам не прав был просто. Он был не прав рождаться 19-го. Он не родился, он 12-го. А, ну так тем более. Спасибо вам огромное. Книжки есть и еще есть, если хотите. Да, приобретайте. Потому что их уже осталось мало, а это действительно потрясающе. Особенно в этот диск его слушать, вот просто-просто как бы. Удивительная вещь, вы такого в принципе никогда не встретите. Значит, там несколько дисков, в один диск это записки, веселые и грустные записки детского врача. Надо сказать вам, что я вообще педиатр по жизни. Представляете, вы просто читаете книгу, а вы Михаил Анатольевич ее сам читаете, образцовый со всеми эмоциями, это потрясающая вещь. Это вот книжечка беленькая, это стихи за два года, а вот коричневая книжка, это все стихи о Питере почти, которые я написал. За разным словом. Так что все. Спасибо.